Третий виски, насколько уникальный, кстати, любимый виски владельца Андре Леви. Почему? Здесь уже еще на 10% больше солодового спирта, но секрет здесь как раз именно в том, что из 25% солодового спирта, 1% это торфяной спирт. И вы не почувствуете, даже не пытаетесь его уловить в носе. Значит, да, он подышал у вас хоть раз, потому что обычно торф здесь всплывает только на послевкусие. То есть 25% это солодовый спирт, из этих 25% 1% это торфяной спирт. Я не оперирую словом виски, потому что виски он уже будет полноценно, когда скупожит. Аромат потрясающий. Я его всегда сочетаю с каким-то барбекю. Кстати, и с десертами он очень шикарно заходит. Я потом дам даже некоторую рекомендацию по фудпайрингу с Валгис. А вот на послевкусие четко дымок, причем дымок не островной, а вот дымок головешки, когда в лесу древесный уголь. Вот здесь вот именно древесный уголь. Я немножко как раз вот рассказал про кули дисталлари в 2011 году продали. И, кстати, вот сам Джон Тиллинг, который сделал революцию в мире ирландского виски. Двойная перегонка. Первый, кто придумал... Ну, опять же, Нойл Суини, конечно, придумал. Но это его идея была сделать первый дымный виски Канамара в Ирландии. Этот человек вообще не пьет виски. Вообще. Да, он может его понюхать, но не пьет. Поэтому он говорит, зачем мне пить, если у меня есть такие крутые спецы, которые мне как Нойл Суини сделают. А вот они пьют. А скажите, зерновой, допустим, спирт, 7,5,5,5,5. Это львная доля негамого кукуруза, да, получается? Да, да. То есть основа зернового спирта – это негамого кукуруза. То есть там есть примесь, но... Конечно, конечно. В любом зерновом спирте должен быть хотя бы 10, иногда и 15 процентов ячменного солода для катализа. Ну что, переходим потихоньку, переходим к синглному. Немножко оставьте его, чтобы потом сравнить. Да, лимит это оставьте. И как раз на этом фоне мы сравним именно со стопроцентным солодовым спиртом. Когда мне говорят, сколько ему, сколько лет сингл молдов? Бывает по-разному. Потому что любой сингл молд – это всегда будет, если это не сингл каст, это всегда будет купаж разных спиртов, которым минимум 3 года. В разные периоды времени от разных партий станкупаж от, грубо говоря, от 6, иногда 8 лет до 12-15 лет. И где, где что, вы не найдете, потому что задача как раз мастера-купажа – сбалансировать вкус, чтобы вкус был всегда один и тот же. Вне зависимости от того, насколько спирты разные по возрасту. Здесь груша печеная, рождественские пряники. Здесь очень много сухофруктов. Особенно курага. Да, потому что люди, во-первых, надо как-то выживать. Ну или надо отличаться? Надо отличаться. Мы изначально пошли по этому пути, чтобы отличаться от всех. То есть, не типа мастер-купажа. Как это получается? Это фазу в одну делать, а потом задерживать? Нет. Дело в том, что… Да, как раз. Отлично. Нет, вопрос в том, что мы выгоняем спирт. Мы его выгнали, залили в бочку. Бочка может быть у нас на складах, может быть на их складах. То есть, как договорились. Иногда часть бочек там, иногда часть там. И, соответственно, потом у нас, допустим, есть 20-30 бочек, 50 бочек сигамолта разного возраста. Мы берем с каждой, смотрим потенциал, аромат и так далее. Опять же, как и то, что я говорил, не ниже 8 градусов опускается температура. Поэтому мы, в принципе, можем спрогнозировать, да, какой примерно вкус там и там. Бочки у нас всегда одинаковые. Мы не играемся с первым-вторым наполнением. У нас только первое наполнение, как правило, это бочки из подвиски компании Сазырак. Которые, в принципе, я об этом редко говорю. Но есть такое мнение, что бочки из под бурбона, которые покупаются в мире, они совсем бочки из под бурбона. Потому что очень часто этих бочек не хватает и, грубо говоря, заливают технические виски. Там полтора-два года, вернее, год-полтора держат. А потом, да, в белом дубе. Но не два года. Потому что бочка из под бурбона обязана быть выдержанно 2 года. Если же нет указания на бурбоне, что это 2 года, значит, минимум 4 года будет выдержка всегда. То есть, если на этикетке ничего не написано, значит, это минимум 4 года выдержка. И, соответственно, то есть, да, это бочка из под американского виски. Но это не бочка из под бурбона. Гораздо просто дороже продать бочку из под бурбона, чем бочка из под американского виски. Вот такая вот интересная история. Бурбон – это один из типов американского виски. Бывает бурбон, бывает рай виски ржаной, бывает корм виски кукурузный, где не меньше 80% кукурузы. Бывает белый виски, который, в принципе, может не выдерживаться. Вернее, он называется лайф виски. Может не выдерживаться вообще или в нержавейках может выдерживаться. То есть, американский виски, он очень многообразен, но самый известный из них бурбон. И самые жесткие требования, правила именно к бурбону. Даже мне говорят, что Джек Дэниелс – это не бурбон, это Теннесси виски. Это Теннесси виски, но это все равно бурбон. Это категория бурбон, но под категорией еще Теннесси виски. Опять же, не все в Теннесси делают фильтрацию. Ну что, как вам сингл молд? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...